привет друзья получили портянки заказали портянки так и подпишу мои а то у напарника такие же и когда мы их сушим чтобы не перепутать а то и вонные потники не хочу одевать привет друзья с вами вертлюжок и колебалочка или коржемелек и вахмурка очень ирина и николай напарник мы вышли сегодня на водоем по просьбам некоторых телезрителей я не буду говорить какой я назову не буду выдавать рыбные места в общем у нас батл река миссисипи в общем мы сегодня у нас батл кто первый кто больше кто меньше кто крупнее посмотрим что из этого получится если вам это интересно что наливайте чаек кофеек и садитесь сходить смотреть я макинарик туго горяхали а и не в плане горяли беда берите мускарок гады фьюзаком магнику слон хава тела в доме на кассе Ребята, у меня поплевочка, я первая. Только посмотрим, какая она, большая или небольшая. А парничек завидует. Я завидую молча. Ну, чувствую, не очень крутая. Ну, что, отпускает? Конечно, можно. Взяла на лазер. Про. Палка. Которую я хотел. Да, я такая. Отпускает? Куда такая? Такой карандашик, он нам не нужен. Ну, все равно считается, что я первая. Ну, что, ребята, ловим дальше. В категории, кто первый, я победила. Я первая. У нас не было этой. А какая у нас тогда категория? Самая большая. А, у нас правило меняется на ходу. А я женщина. Знаешь, в лодке нету мужчин и женщин. Тобе любой человек рыбак. Напарник. Рыбак. То есть нету половую принадлежность. Сейчас ты соперник. Соперник. Рыбак, соперник. Вот так вот и живем, ребята. В общем, мы сегодня тогда, у нас одна категория. Нифига не три. Оказывается, мы сегодня ловим. Кто самую крупную поймает? Все, я знаю. Посмотрим. О, ребята, не знаю. Взяла какая-то здоровая штука. Но задача усложняется тем, что мы идем прямо рядом с берегом. Сейчас нужно ее как-то вытащить. Сейчас будем пытаться. Ну, красавица взяла на рапалу. До четырех с половиной. Заглубление. Ну, не трофей, конечно. Ну, такая четкая полторушка. Так, у напарника. Тоже тянул, тянул. Вот, пожалуйста, сети. Старые, вонючие сети. Еле выдрал. Слушайте, ну, вот такой вот хороший воблер. Вот, смотрите, ребята. Стоит денег хороших. А кругом сети. То есть, чтобы для понимания. Сетевики задолбали. Засирают все вокруг. На берегу, в водоеме. Название водоема мы не скажем. Да, Миссисипи, да, что такая. Спасибо. На самом деле, это ВТВ. Вот такая. Вот, покажи. Вот такая вот, там, ВТВ. Ребята, такое вот бывает, что у Кольки взяла одновременно. У нас обоих взяла. О, мамка. Вон, у меня взяла на Халка лазер про. И у Кольки там что-то взяла тоже. Говорит, мамка. Сейчас буду доставать. Сначала свою достану. О, мамка. Хорошо сидит? Не знаю. Так, что-то там напарник кричит. Мамка какая-то там у него. Посмотрим, что там у него. О, хорошее. А, помогать? Нет, висит. Хорошо. Висит хорошо взяла. Забирай. О, хорошее. О, хорошее. О, хорошее. А, на качество. То есть кто больше поймает по весу. То есть на трофейную щечку мы сегодня соревнуемся. По размеру, да. но это такой себе полдорожка это не считается он дальше на такую опалу дожил окушок позарился очень хорошо между прочим сколько здесь вот раз пропаловала здесь окушочки все время хороша хороший о какой красавец прям ну правильно потому что раз есть такие большие окуни значит здесь есть большая щука у поле взяла огромная я прям сама видела но она на одном крючке сделано сошла значит нам приходит пытаться вот такими окунями да она победила она ушла чем ребята я скажу так у нас сегодня батл чем завершился если бы это был батл на количество то конечно же мы кто-то из нас бы выиграл потому что и напарник оля я мы сегодня выпускная выпустишь и коля и я получается мы сегодня наловили приличное количество она трофеи у нас сегодня батл не состоялся у коли была поклёвка мощной больших анской наверное такой килограмм на 4 это точно но она висела на одном крючке мы сапоглили поцака не было и она сошла все то есть лидерство сегодняшнего батла он не получил поэтому ни с чем мы отправляемся в наш лагерь а здесь мы еще вернемся и в следующий раз наверняка соревнования ты продолжим барабанная дробь сколько по итогу у нас получается а таратата нифига 14 ну минус сумка 14 килограмм ребята сегодня наловили с 12 до 5 мы ловили ну после пяти уже такой клёв был слабый пока шли по воде да пока туда-сюда после пяти как отрезала все клёва не было красота вот он результат вот он хороший результат 15 сентября он туманище с утра на воду не выйти он-то вообще еле-еле просматриваются другие у нас трава то есть на воде штиль конечно и туман сейчас будут отправиться порыбачить но никак туман не дает да и вообще примета я слышала такая у рыбаков что если туман то рыба не ловится пока отсиживаемся на берегу пойду смотреть красоту отловились приехали в лагерь уже очень темно решили утром чистить сегодня утром такой туман даже берега не видно вообще ничего не видно поэтому сейчас пока почистим пока пожарим и отправимся опять на рыбалочку чистим сразу на берегу за собой убираем естественно как все нормальные рыбаки это гораздо удобнее чем чайки сегодня будет опять пиршество чайки все под чистую съедают это лучше чем дома вот это разводить канитель сейчас будем зарезать печеночку забирать рыбий жир вытапливать а здесь филет домой повезет ну вот распогодилась можно уже отправляться в путь вот так вот на ее развесили пускай она просыхает лежит ярусами сейчас на солнышке да на ветру хоть и легкий сегодня ветерок но он есть отмок защищено хотя уже ночью было плюс 2 градуса тем не менее тем не менее ребята вот эта просушенная рыбка она знаете такую легкая легкой корочкой возьмется и привезем когда домой не будет вот этой жидкости вот этого соуса от рыбы когда слизи вот этой вот все вычищено абсолютно все вот так вот она у нас заготавливается так вот она морозилочка у нас и пойдет красота и птичек накормили да кстати хвостики и вот так вот у нас выглядит все чистенько спасибо коля почистил вместе но все равно спасибо вот такая красота у нас она мушка сидит уже но она естественно не пролезет потому что у сеточки чья-то маленькая а муха то большая вот она внутрь ты точно не пролезет это мне очень нравится поэтому ветер сейчас ее спокойненько обдувает внутрь муха не попадает он ветром даже и крутит как карусельку обратите внимание что сейчас мы перестали головы брать и хвосты то есть это лишнее это нам не нужно место занимает много толку от этого мало поначалу да когда но еще не очень умели рыбу добывать то и головы конечно же брали на уху еще но сейчас мы мы это не делаем достаточно того что привозим домой даже можно филе скажем так одно брать но не столько много рыбы чтобы филешки а то мы привозим филе то снимаем а из хребтов уже можно выварить юшку и это очень вкусно вот так вот мы тебе заготавливаем на зиму рыбку пусть немного ну что есть на том спасибо это вот все осенний троллинг на дорожку мы дорожим осенью рыба уходит в глубину и вот так вот мы вскоре и и добываем уже холодно как я уже сказала уже сентябрь месяц уже середина сентября 15 сентября сегодня и очень холодно уже ночами плюс 2 градуса днем где-то до 10 вот туман разошелся сейчас выгляну солнышко как раз самое время идти еще сегодня по рыбачим а завтра уже домой возвращаемся начинается второй день рыбалки ребята но в общем что мы проверили наши баллоны баллоны в принципе так более-менее нормально держали потому что перепады температуры днем тепло ночью холодно а пол эрдек в половину упал то есть высокого давления пол у нас по значит где-то наверняка где-то может быть даже дырочка образовалась это уже по приезду домой будем проверять отправляемся второй день рыбачить посмотрим а ворон это там кружат мы рыбку да почистили они увидели видимо что голову там валяются специально положили чтобы не покушали для огромные вороны большие крупные черный смоль так вообще здорово попробую снять воронов не вижу он чайки кружат чайки кружат так что отправляемся рыбачим еще один погожий денечек выдался что он нам принесет не знаю но часов пять у нас есть чтобы вернуться засветло в лагерь чайки с воронами делят добычу которыми им оставили все подчистую они съедают и так скажем много и рыбы мы почистили сколько штучек 10 до коль хвостик 13 хвостик за вчерашний день у нас но все погнали мы сегодня рыбачить я буду на вот такие снасти на агрессор глубоководный на бат акаровский тоже глубоководный 5 метров плюс на рапаловскую форелечку вот она у меня уже здесь она у меня уже побывала в бою это прошлогодняя снасть на ней очень хорошо кстати ловится щучка ну наверное еще может быть вот это наладится на нем написано два с половиной метра плюс но я думаю что он гораздо глубже заглубляется пока пока так а что там дальше посмотрим добрались мы до точки с которой будем дорожить глубина 8 и 1 метров распустили мы свои снасти я распустила 35 метров длиной свой шнур шнур у меня четырех жилка у колей напарника моего у него восьми жилка у него восьми жилка то есть вообще такая достаточно мощная снасть у него что можно выдрать даже любую скажем зацеп без помощи от цепера можно просто взять и выбрать еще хочу сказать следующее чем тоньше шнур тема чем больше скорость дальше отпускаешь и тот же шнур тем больше воблер заглубляется тут еще важно учитывать и скорость лодки с какой скоростью дорожишь какая плетенка у себя какой шнур и заглубление твоего воблера все это важно и нужно учитывать что у нас показать дыхалут ой не могу колька у меня напарник вон какой поставил как настоящая рыба такую огромную приманку уж не знаю кто на нее клюнет не клюнет но будет интересно посмотреть да сейчас что у нас тут поехало тут пока ничего но моментами бывает попадается рыбка сейчас 8 и 1 вот так в участке рельеф разный то холмы то равнина то холмы то спады перепады какие-то пупочки какие-то сосочки в общем я не знаю нельзя поставить какой-нибудь глубоководный воблер и чтобы ровно им троллить ничего не хочу сказать но сосочки это из другой опера ой услышал мог бы и не услышать сосочки не услышал погода сегодня вон какая кучевые облака вот это вообще вон какая темная уй надеюсь не дождевая эта туча ну во всяком случае по прогнозу сегодня дождя не обещалось ну прогноз это дело такое же прогноз это же синоптики могут только прогнозировать они точно это не могут дать погоду поэтому вот такие сегодня красивые кучевые облака такая вот вода на водоеме достаточно спокойная мы заметили что чем больше волна тем чаще поклевки случаются чем спокойнее вода поклевочек все реже и реже ну надеемся мы понадеемся водяной может быть сейчас нам подкинет гостинчик а снова у нас спиннинг в дугу какая-то мама села мама папа не знаю но что-то такое прямо большое красивое ой ну вот она красавица иди мы ждали тебя а ты исполняет так вот на такой вылежок села хорошо хорошо можешь взять ее рукой так напарник у меня бьет рекорды вот смотри да раненая или что это нет это она путалась взяли на 7 метрах ну сколько ух как она борется как она борется хочет освободиться на такую вот золотистую взяла да хорошая полторашка хорошая полторашечка нравится идет к нам на котлетке в наш холодильничек ура мы рады ну а еще одна щучка клюнула а ну давай посмотрим ребята что у меня там а ну-ка раз раз слушай опять смотри опять у меня вытащи сначала потом будет ну давай 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 ну ка иди сюда красавица иди иди сюда иди красавица слушай ну сколько она смотри ну где-то такая же полторушка ну по двушку по двушку сейчас мы хлеб гриппом ее подцепим тебе помочь? давай помоги пожалуйста давай 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 забрось ее то ну ты подержи а я забрось она вроде хорошо взяла ага вот ребята смотри то есть одной конечно сложно вот это все я не знаю как вот люди делают кто один рыбачит ну тут мы моторный эй сапоги пробило пробило сапог да ничего себе так ладно ребята выключаюсь надо помогать ну такая же на этот же воблер у меня взяла на лазер про заглубление у нее до 5 метров ну все неплохой такой результат неплохой очень рады очень довольны все завтра можно отправляться до дому до хаты а тара тата тара тата это не в реке я сразу говорю на всякий случай то есть подумайте что я нарушительница нет это вот так повезло трешка ребята поймала сегодня рыбочку смотрите какая красивая мы же на рыбалке щучки сегодня ловятся прям на ура вон там еще немножко лежит как узнать вес щуки а все просто вон на жаберной крышке видите написано 32 в верхнем тулумском водохранилище их клеймят видите прикольно это значит 3 килограмма 200 грамм это у всех щук которые больше 2 килограмм ну и что превратили из мыла был кусочек мыла новенький специально перед поездкой купила но это видно что клювом кто-то долбал вон там дырочки такие кто-то особо голодный уже спрятали уже спрятали так чтобы уже нельзя было найти обычно раньше на берегу тут положили а уже несколько раз таскивали чайки а уж это я не знаю кто чайки или кто это или вороны клевали непонятно потому что вон такие вот дырочки то видно от клювика видно что это не зубы зверька а от клюва следы вот и все стол поставили один ямки копал другой столешницу приколачивал о красота какая у нас а потом стулья сделаем к этому столу а то приедешь бывало стола нету как то грустно а вот со столом уже как будто бы лагерь прям полноценный вот вот конечный результат лишь бы не испортили другие люди другие рыбаки ну вот как то так это такой столик ну здорово же сделали пользуйтесь кому надо только пожалуйста ухаживайте не сжигайте будет жал мы собрались в путь дорогу ребята все лагерь у нас палаточка собрана это у нас такой прощальный ужин напарничек у меня съездил еще пару щучек добыл вот мы их жарим здесь и печеночка здесь как всегда лакомство наше любимое пару кусочков рыбки оставляем здесь немножко дровишек мало ли кому-то понадобится ну и стол который мы в этот раз сделали мусор уловим мусор да конечно сейчас мусор приготовили сжечь весь мусор который мы можем сжечь все что не можем сжечь мы с собой все ребята мы отловились отлично в этот раз мы съездили на рыбалочку очень понравился мне осенний выезд очень все понравилось все хорошо все тихо все спокойно все очень красиво в общем как осенью и положено быть природа потихонечку сбрасывает листву она потихонечку готовится к зимнему периоду ягоды насобирала рыбы наловила грибов тоже насобирала приеду домой сейчас очень много придется провести еще времени для того чтобы обработать все это и сделать какие-то заготовки на зиму если вам понравились мои видео я буду очень рада давайте ребята всем удачи всем пока всем любви мира и благополучия